Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ансамбль «Сударушка» создан в городе Капшагай 18 лет назад Идея принадлежит одной замечательной женщине – Зинаиде Волковой Зинаида Александровна Волкова – почетный гражданин города Капшагай По образованию библиотекарь, родила и воспитала четырех детей Работала в исполкоме городского совета, автобусном парке и Лисском поселковом совете С 2001 года руководит народным вокальным ансамблем «Сударушка» Имеет медали 20-летие АНК, 20-летие независимости Республики Казахстан, ветеран труда, лауреат международного и республиканского фестивалей Для Зинаиды Александровны ансамбль «Сударушка» имеет судьбоносное значение Когда-то с ней случилась беда После перенесенного в 90-м году инсульта она лежала практически 10 лет Пение буквально поставило ее на ноги Сначала пела в самодеятельном коллективе бабушек А в 2001 году Зинаида решила организовать свой ансамбль В 2003 году нам звание народное дали Через каждые три года дважды мы подтвердили это звание народное Сейчас нас уже даже не беспокоит, потому что мы уже и так ездим по всему Казахстану Везде, по многим городам За 18 лет своей деятельности ансамбль «Сударушка» был участником многих фестивалей и конкурсов За что и заслужил массу наград Сегодня в копилке коллектива более 180 дипломов и грамот И это не считая различные медали Самыми почетными, конечно, являются благодарственные письма от руководителя ассамблеи Ильбасы Нурсултана Назарбаева Такое количество наград неудивительно Коллектив действительно любят и всегда встречают на ура 4 июня мы ездили на Алтай По приглашению губернатора Алтайского края На международный фестиваль на Березовой Катунии 800 человек было со всей России Были с Анталией, были с Санкт-Петербурга, были с Украины, были с Японии Делегации были Вот мы очень понравились, нам приглашение и с Анталией И хотя на фестивале коллектив выступал вне конкурса, он заслужил массу оваций И так, признаются солистки, происходит постоянно Они поют всегда и повсюду Ведь когда поет душа, просто невозможно молчать Когда в поезде едем, мы же всегда поем Люди там от нас отходить не хотят Вот так собираются, со всех сначала и с конца И так собираются возле нас, и стоят, и хлопают, и подпевают Для них это вообще как подарок, как праздник Ради такого праздника сюда и приходят члены коллектива «Сударушка» Сегодня их насчитывается 6 человек Для каждой из солиста консамбль стал второй семьей Они делят друг с другом горести и радости И всегда с удовольствием поддерживают идеи своего руководителя Жизнь, это же вот, она же рутина, она же затягивает, это же надойдает А вот придешь, попоешь, все, опять у нас адреналин Мы опять на крыльях, мы опять поем, мы опять едем Александра только скажет, что едем туда-то Мы со всей душой, даже за свой счет билеты берем, обязательно поедем Сюда приходишь, душой открываешься, попоешь, настроение поднимается Там где-то что-то с кем-то мы переговорили, проблемы свои обсудили Домой идешь уже как на крыльях Просто не знаю, ну для меня, может быть, это какой-то в своем роде даже адреналин Что я вот без этого не могу Вот для меня вот это вот наш ансамбль В 2006 году на базе коллектива «Сударушка» было открыто славянское этнокультурное объединение С тех пор ведется большая работа с молодежью, проводятся семинары, литературные вечера, встречи, экскурсии Благо музей у центра накопился уже приличный Здесь есть и национальная деревянная посуда, и резные шкатулки, и самодельные куклы Многие из этих очаровательных вещей сделаны трудолюбивыми руками солисток ансамбля По совместительству членов русского центра Сегодня показывать выставку стало большим удовольствием, признается Динаида Волкова Поскольку два года назад коллектив получил такое долгожданное новое помещение Долгату Канатовичу, нашему Акиму, очень большое спасибо Огромное просто, во-первых, предоставил нам помещение Мы много лет, конечно, страдали с выставками, со всеми этими, это раз Во-вторых, вот буквально в этом году нам выделили деньги на костюмы Планов на будущее у коллектива немало Это и участие в различных фестивалях, и увеличение репертуара песен А также организация занятий по рукоделии Ведь народное мастерство необходимо передавать подрастающему поколению Если вы хотите узнать побольше о культуре и традициях уйгурского народа, то вам сюда Двери Уйгурского этнокультурного объединения города Капшигай открыты для всех И сегодня мы постараемся рассказать вам немного о работе данного центра Добро пожаловать в центр уйгурской культуры Эти милые и добрые женщины всегда рады гостям, для которых непременно накрывают богатый дастархан Тем более, что уйгурская кухня изобилует невероятно вкусными блюдами Главное место на столе всегда отведено хлебу, ведь хлеб, как говорится, всему голова У нас разновидности этого хлеба, которые пекут в тандыре, их очень много Есть большие тандырные, которые мы пьем с откинчаем Такой традиционный чай соленый у нас Второе, это называется тукачи, чуть поменьше Есть еще и гордонан, тоже гордотугач, петертугач Они свадебные, они более мелкие такие точки, очень такие нарядные и красивые Поддаются на всех мероприятиях, особенно на свадебах Очень много уйгурского народа и разновидностей самсы Есть самса, которую жарят на масле, есть та, которую запекают А также существует самса хошан с добавлением тыквы Особенной популярностью у многих пользуется традиционный уйгурский лагман Видов которого также огромное количество Очень любят данные этнос овощи, фрукты и зелень Недаром зеленью также существует немало интересных рецептов Весной, когда только клевер начинается, мы из клевера готовим пельмени В пельмени туда немножко кюрдюшный жир добавляется И он очень полезный Вообще говорят в народе, что его в сезон надо 7 раз надо кушать Поэтому эта традиция у нас сохранилась с этих времен Со времен наших отцов и дедов Поэтому мы это продолжаем их не поэтому Надо отметить, что многие блюда готовят с определенной целью По избранным случаям и обязательно с добрыми пожеланиями Есть очень интересная традиция у нас Когда мы девушку выдаем замуж И тогда в первый день у нас подают пельмени В знак любви, сплоченности И чтобы эти пельмени у нас еще же лепят очень маленькие-маленькие И чтобы у них в семье был достаток и много детей в семье Свадьба для любого народа, несомненно, особый повод Уйгуры также отмечают этот радостный день с огромным размахом Свадьбу можно разделить на три этапа До-свадебный, свадебный и после-свадебный Большому тою предшествует татлых чай На котором преподносят подарки родителям невесты За полученное согласие Обговаривают условия тоя И назначают силик Подарки для невесты, ее родителей и родственников Особое внимание на свадьбе уделяется обряду сундук-эчиш Это открывание сундука с приданным невестой Показывает его специально назначенная для этого уважаемая женщина После церемонии и знакомства с приданным Сундук с содержимым и подарками придаются матери жениха Основным же моментом любой свадьбы является сам обряд бракосочетания Который проводит мула По этому поводу тоже есть особые традиции Молодым дают испить из чаши, где смешаны вода, соль, хлеб и сахар Соль является символом крепости чувств молодых Сахар – сладкой жизни Хлеб – благоденствие Кто первым съест хлеб, будет править в семье И, конечно, свадьба, как и любое торжество Не может обойтись без исполнения традиционной национальной музыки У нас, когда свадьбы идут, у нас идет карнай Встречаем молодежь, молодоженов Прямо с озвучием играет даб, раваб И вот этот карнай мы встречаем молодежи Это любой нашей данный момент уйгурской свадьбы Всегда у нас вот это есть Существует уйгурского народа и немало интересных традиций Связанных с рождением ребенка К примеру, когда девушка впервые должна родить Ее к себе домой забирают ее родители И пока малышу не исполнится 40 дней Молодая мама живет у них в доме 40 дней устраивается большое торжество Когда ребенок рождается Исполняется 40 дней Мы печем маленькие лепешки Именно 40 лепешек печем И раздаем вместе с конфетами Это уже безусловная традиция наша Молодой маме и, главное, ее ребенку Все гости желают здоровья и благополучия Причем для того, чтобы все эти пожелания сбылись Также существует особый обряд Берутся две чашечки красивые Туда в одну наливается вода А в другую чашку пустая Туда бросают, если это девочка, кольца, серьги, бусы Конечно, и монеты Чтобы у этой девочки в дальнейшем жизнь Судьба была такая полная чаша Ну как, обеспеченности, сытости Иногда зерна кидают И тогда в той чашечке, где вода Оттуда 40 ложек наливают с пожеланиями Обходят всех женщин И с этой водой они начинают потом добавлять воду Где купают Там же много пожеланий было Все эти традиции стараются сохранить представители Капшагайского уйгурского центра Они передают их из поколения в поколение Организуют праздники И рассказывают истории своего народа школьникам и студентам Один раз в месяц активисты объединения проводят традиционную встречу за чаем Когда и утверждаются планы А возглавляет центр замечательная женщина Халипа Рахметова Халипа Рузамовна Рахметова С 2003 года член общественного уйгурского центра С 2015 года является председателем уйгурского этнокультурного центра Берлик Город Капшагай Имеет среднее техническое образование Работала воспитателем дошкольных учреждений Имеет награды, грамоты и благодарственные письма От имени областного и городского руководства Уйгурский этнокультурный центр в городе Капшагай действует уже 30 лет Хотя и неофициально Впрочем, это не мешает обществу вести активную работу Активисты центра принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в регионе И даже радуют собравшихся своими музыкальными номерами Ведь здесь, как говорится, танцуют все Сегодня активистами центра собрана замечательная выставка Которая демонстрирует культуру и традиции народа Одним из направлений выставки является национальная одежда О ней тоже можно рассказать немало интересного Женский костюм представляет собой длинное платье Тоникообразного покоя С прямыми проймами для рукавов на кокетке со стоящим воротником У мужчин нижней одеждой служит длинная распашная рубаха С широкими рукавами и шаровары Очень широкие, собранные в поясе на шнурке Неотъемлемым атрибутом одежды является тюбетейка Стоит подчеркнуть и характерную особенность уйгурского орнамента У нас все, что вышито на наших костюмах, как вы видите Они вышиваются цветы, зеленые обязательно листья Очень много цветов ярких Мы вообще народ восточно-уйгурский Любим яркость Веселый мы народ, очень веселый Любим танцевать Вот поэтому и жизнь у нас такая Поэтому у нас все орнаменты такие яркие, цвета красивые Даже вот возьмете пелушку, они видите тоже как цветы Все в основном цветы, зелень и цветы Есть мечта, признается председатель Расширить выставку и создать настоящий музей уйгурской культуры Кроме того, в планах организовать мастер-классы по кулинарии И обязательно привлечь к деятельности Центра молодежь Одним словом, работайте дальше Во благо сохранения традиций и культуры своего народа И, конечно, укрепление мира и согласия в нашем общем доме Таких удивительных кукол в национальных костюмах Сегодня можно увидеть во многих этнокультурных объединениях нашей области А делает их талантливая рукодельница из столы кургана Наталья Шарапова И сегодня ее труд настолько востребован, что работы Натальи можно найти в разных странах мира Кто в куклы не играет, тот счастья не знает Гласит русская народная пословица И действительно, кто из нас не играл в куклы? Это касается представителей всех национальностей без исключения Рукотворная тряпичная кукла – часть народной традиции История тряпичной куклы насчитывает более трех тысяч лет С самых давних времен Тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа Во всех семьях на Руси изготавливалось множество куколок Кукла была не просто игрушкой, а символом продолжения рода Залогом семейного счастья Таких тряпичных кукол делает сегодня и героиня нашего сюжета Наталья Шарапова Каждый новый день начинается именно так На рабочем месте, где она подбирает ткань, делает эскизы, вырезает, шьет или украшает своих кукол Четыре года назад жизнь этой талантливой женщины кардинально изменилась Четыре года назад я очень сильно болела Три месяца лежала практически, не хотела Увидела в интернете Виталину Валенчак Она занимается куклами из капрона Я решила попробовать Попросила около меня рядышком положить капрон, синтепон, нитки, все И до вечера, в принципе, я семь мордочек сделала, домовят Вот, и мне настолько это понравилось Мне это все захватило, и все, оно само собой пошло И поехало, и все, я остановиться больше не могу Мне постоянно хочется что-то новенькое В коллекции Натальи масса удивительных вещей, выполненных с особой теплотой и любовью Начинала мастерица с декоративных бутылок и вас Потом были тапочки, светильники, сумки и даже одеяло Ну и, конечно, куклы Свои работы Наталья выставляет в интернете, а также демонстрирует и продает на выставках Благо, сотрудничество с ассамблеей дает свои положительные плоды С тех пор, как мастерица начала делать кукол в традиционных национальных костюмах, спрос на них не спадает С ассамблеей Казахстана, наверное, года три точно уже сотрудничаем Куклы делала для русского центра, для болгарского центра Азербайджанский центр заказали у меня кукол Еще попросили сделать маленьких, небольших С русским центром очень часто на выставки ходим, на ярмарки Спасибо, Ларисе, Геонидовне, но он меня везде приглашает Правда, честно признается Наталья, делать куклу в национальных костюмах сложнее, чем обычные игрушки Здесь необходимо досконально изучить традиции, ведь каждый народ имеет свои особенности Недаром считается, что кукла в национальном костюме – это возможность заглянуть в прошлое И увидеть, как выглядели наши предки сотни лет назад Наряд куклы имеет глубокие духовные корни Одежда могла многое рассказать о человеке, носившем ее, откуда он родом, какого возраста и сословия Чем занимается, в браке или нет В одежде нашли выражение «душа народа» и его представление о прекрасном Для Натальи кукла – это вообще особый разговор Это образ, в который вложена душа мастера А потому к каждой своей работе она относится очень трепетно Заниматься рукоделием для Натальи значит очень много Счастье, наверное, потому что заниматься любимым делом – это счастье, я считаю Какая-то, наверное, гордость, что я это могу сделать Потом, когда люди у меня покупают куклы, они довольны, я счастлива вдвойне Хочется еще больше творить Останавливаться я не хочу пока Больше, 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 дальше и так далее Развиваться Первый зритель и главный эксперт – мама Раиса Александровна Именно она помогает подобрать расцветку, фасон, определиться с образом куклы Да и просто всегда поддержит дочь добрым словом А это так важно для творческого человека – услышать честное мнение о своей работе Сегодня у Натальи насчитывается более 4 тысяч работ, которые уже подарены и куплены по всему миру В России, Германии и даже в Австралии И это не предел Планов и идей очень много Ведь пока людям нравится то, что делает мастер, вдохновение его не покинет Время нашей программы подошло к концу Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня Но в наших следующих выпусках вас ждет еще немало интересного Оставайтесь на телеканале ЖТСУ А мы прощаемся с вами ровно на две недели Всего вам самого доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова